Успех сериала извне можно оценивать как угодно, но речь не об этом, так как главная идея держится на незнании того, что происходит. Мозг устроен так, что в конце концов мы хотим получить ответы, которых в сериале пока что нет. А все это из-за того, что создатели решили проигнорировать события, которые и построили всю сюжетную линию. Нам не объяснили правила игры, демона и ведьмы, условия их договора, что произошло в 1506 году. И никто не познакомил со всеми участниками игры. Давайте тогда это сделаю я. Знакомьтесь, младший демон червей, один из четырех главных участников игры. А вот это пешки демона крыс. Есть мать паучиха, которая создала каменные тотемы не защиты, а оружие. Если ты умрешь во время игры, то твоя душа может попасть к демону птиц. И он сможет возвращать тебя в виде видений. Чтобы помочь или же помешать. К примеру, не дать разбить музыкальную шкатулку. Запутать и обмануть. Мальчик белым отчего такой довольный? В городе горы трупов. Сколько погибло невинных людей. А, он рад, что игра закончилась. Теперь все сходится. В общем, предлагаю вам познакомиться с демонами сериала извне. История индейцев Беатук и что стало главной причиной всего того сумасшествия. Это канал Good Movies. Меня зовут Евгений. И сегодня у нас трагическая история девушки из племени Беатук. У которой забрали ее ребенка. Как она заключила договор с демоном. И почему игра затянулась на сотни лет. Попытаюсь объяснить, что творится в сериале извне. Обещаю, будет интересно. Я начинаю. Итак, вся история извне берет начало очень давно. В 1497 году экспедиция Джона Каббота пытается найти морской путь к Индии. Но, как и Кристофор Колумб, оказывается очень далеко от цели. Так как на своем пути они встретили остров у Атлантического побережья в Северной Америке. Сейчас нам он известен как Ньюфаундленд. Но это даже не так важно. Нам интересно, кто является коренными жителями этого острова. И их религия, которая взята за основу сериала. И это племя индейцев Беатук. Тем самым Джон Каббот стал первооткрывателем новой земли. И первый, кто познакомился с коренными народами этого острова. Во время экспедиции. Все было бы хорошо, но кто-то из команды украл красивую молодую девушку у племя. У них позже родился ребенок, маленький мальчик. После команда Джона Каббота обвинила эту девушку в чародействе и колдовстве. Так как она молилась странным демонам леса. Экспедиторы забрали с собой ребенка, а несчастную оставили в пещере. Лишив ее света и тем самым возможности выбраться. Девушка, сидя в темной пещере, молит великого духа леса о помощи. Ей нужен свет, чтобы выбраться и она хочет вернуть сына. Ей отзывается демон Беатуков, верховный дух леса. Который, как выясняется, любит играть. Он предлагает ей сделку. Если ведьма победит его в игре, то он ей вернет сына. Каббот с его людьми становится первыми жертвами будущего городка. Так как их решение забрать ребенка у матери было неверным и они стали заложниками ситуации. Сама игра имеет две стороны, солнце и луну, с четырьмя основными игроками, представленными животными. Луна – вороны, солнце – крысы, демон – черви, ведьма – пауки. Ведьма должна выиграть 8 раз, в этом случае она получит обещанное, своего сына. Также в игре участвуют люди. Их могут использовать все четыре сущности для своей победы. Все контролируется локацией в виде живого леса, в котором есть порталы деревья. Они созданы для людей, которые считаются самыми слабыми участниками. Но некоторые порталы могут быть ловушкой. Об этом еще говорил Мартин. «Заходишь в одном месте, выходишь в другом. Иногда застреваешь, иногда не можешь выбраться. Тогда они тебя и ловят». В 1506 году экспедиция Джона Каббота считается пропавшей, так как они попали в лес, из которого нельзя выйти. И умерли там. Поэтому даты в маяке являются окончанием игры. В 1506 году был проигрыш экспедиции Каббота. А в 1978 году это окончание игры, когда единственным выжившим остался Виктор. Племя биотуков поклонялись лесным духам и одному морскому. Они боялись плавать и покидать остров, так как в воде жил еще один сильный демон, который внешне напоминает огромное красное медузоподобное существо. Скорее всего, именно он нарисован в подземных пещерах, где живут и спят ночные монстры. Этот демон может контролировать все, пространство и время. Считается, что именно он создал правила и не позволяет людям покинуть локацию игры. На этой общей концепции строится весь сериал. И это много, что объясняет. Следовательно, можно дать ответы на те вопросы, которые я не смог разобрать в своем первом видеоролике. Первое. Нам становится известно, что означают даты, которые Табита нашла в маяке. Это окончание игры. Выходит, что всего таких игр уже было 9. Сколько из них выиграла ведьма, рассмотрим чуть дальше в видео. Второе. В моем первом ролике я детально разбирал, что изображено в подземелье. И некоторые вещи мне были непонятны. Кто те люди, которые были нарисованы красным цветом? Так вот, это индейцы. Слово Беатук переводится как Красный Человек. Они проводят обряд поклонения духу леса. В странном круговом танце. Двое людей, которые держатся за руки, скорее всего, это мать ведьма со своим сыном. Также в прошлом, когда не было дорог, то все люди попадали по речке в место, где происходит игра солнца и луны. Сейчас это тот самый пруд Брэндалс. Поэтому слева были нарисованы люди, плывущие на лодках. И им преграждало путь такое же поваленное дерево. Сейчас это дерево находится на дороге. Но раньше все было по-другому. Символ, который так похож на знак бесконечности, обозначает Луну и Солнце. И символизирует начало новой игры. Это происходит после солнечного затмения. Поэтому это астрономическое явление очень важно для людей, которые случайно стали заложниками игры. Кстати, монстры часто говорят всем, что они просто хотят поиграть. Эта игра мне по душе. Как-то раньше я не обращал на это внимания. Но теперь все на своих местах. Они действительно играют в игру. Еще становится ясно, почему так странно ведет себя мальчик в белом. Одним он помогает, других обманывает. И выглядит довольным, когда все жители города умерли. Именно он освобождает демона червей, который был запечатан внутри Мартина. Сара, пройдя в портал, оказалась в церкви. А Бойда он отправил освободить Мартина. Поэтому Саре голос в голове говорит о том, что Бойда использовали. Ради того, чтобы он вернул в игру демона червей. Оно над тобой смеется. Что? За то, что вернул его в город. За то, что освободил. Оно так и обрадовалось. Когда коснулась твоей руки. Именно поэтому кровь Бойда убила монстра Улыбаку. Так как монстры это пешки демона крыс. А в крови был демон червей. Чем-то напоминает игру в карты. Выходит, что мальчик в белом не является добрым спасителем. Он подставил Бойда. Это демон, который преследует свои цели. Иначе он мог давно уже всех спасти, как Табиту. И не совсем до конца ясно. Все они сражаются против друг друга. Или же есть между некоторыми союз. Хотя уже понятно, что черви и демон птиц против демона крыс. Помните тонкий намек, когда Виктор и Табита находясь в подземелье, видят как крыса поедает ворону. Так показано противостояние. И черви, которые попали внутрь монстра, убили Улыбаку. Поэтому и обереги, созданные ведьмой-паучихой, не дают крысам войти в здание. Теория о том, что талисманы связаны с пауками, появилась очень давно. Еще после окончания первого сезона. Так как если соединить те деревья, которые нарисованы по кругу, получается паутина. А те странные два полукруга не что иное, как солнце и луна. Поэтому на одном из них есть лучи, а на втором нет. Это основной символ противостояния луны и солнца. Дня и ночи, ведьмы и демона. Мать-паучиха, то есть ведьма, является главным противником всем демонам в игре. И мне очень интересно, что случилось после того, как Бойда укусили пауки. Иногда кажется, что у него некий иммунитет. И его не замечают ночные монстры. Хотя да, притянуто за уши. Согласен. Или же нет? Тут сомнения. Еще индейцы Биатук ели древесных червей. Они входили в рацион их питания. И использовали музыку для того, чтобы заставить вылезти из дерева червя. Как именно, я так и не понял. Возможно вибрация от звуковых волн. Если вы знаете, напишите в комментариях, как. Или же они били палкой по стволу под определенный ритм. Но в сериале эту идею используют тоже. Музыкальная шкатулка, музыка играющая по радио и на телефоне. Я думаю, эта балерина и есть сам демон червей. И Бойд ее освободил. А Мартин был всего лишь оболочкой. Где запечатали червей. Хотя музыка играла раньше. До того, как Бойд встретил Мартина. Также хочу рассказать про птиц. Индийцы Биатук верили, что после смерти некоторые души превращаются в птиц. И становятся слугами демона. Поэтому Эбби, которая часто является Бойду, заложник этой сущности. И именно он контролирует ее душу. И что самое странное, эта сущность по их вере не является темной или злой. Бармен направляет Джейда в подземелье за ответами. И не забывайте про священника, который тоже часто приходит к Бойду со своими советами. А не все пешки в руках сущности. Все эти три демона и ведьма изображены в конце титров. Поэтому так часто всплывает цифра 4. Это количество сущностей, сражающихся в игре. Но есть вопрос, сколько раз должна победить ведьма, чтобы вернуть себе сына. Много кто считает, что уже было три победы. Поэтому на символе три корня. А всего должно быть восемь. Так как деревьев портала в лесу 8. Они же изображены на каменном обереге. Это еще объясняет символ на мониторе в больнице святого Энтони. В месте, как мы пока что думаем, находится в реальном мире. И Табита, надеюсь, освободилась. Так вот, он сильно похож на переплетение корней. И там видно 8 точек начала. Почему есть сомнения, что Табита находится в новой локации, а не в реальном мире? Во-первых, сумма цифр ее палаты, это снова цифра 4 и 7. Мы часто видели эти цифры. На радио. О них говорила бабушка Тили. У меня четверо детей и семь внуков. Также эти цифры на картах в маяке. Снова 4, 7 и 8. Но есть еще тонкая деталь, это цвет. Мне написал один из подписчиков, что все в сериале в основном голубого и желтого цвета. Холодильники, шкафы, стулья, одежда, качели, в автобусе. И когда я начал пересматривать, то после этой информации увидел, как много раз используют эти два цвета. Так вот, о чем я? В больнице тоже повсюду снова желтый и голубой. Обратите внимание на посуду в палате. А на улице за окном нет ни одного человека. Я все же надеюсь, что Табита в реальности. А цвет в сериале используют снова как символизм. Возможно, солнце, день, это желтый цвет. А ночь, луна, это голубой. Других объяснений пока что я не вижу. Есть еще три момента, которые я не смог определить в первом разборе. Это что говорят дети. Слово анкуи. Так вот, на языке индейцев биатук это слово означает дерево или же деревья. Второе, что случилось с Фатимой, когда она пытается утопить Элджина в ванной. Видно, что Фатима просто высохла. На форумах тоже это заметили. И есть такое предположение, что ребенок, который у нее под сердцем, будет быстро расти. И начнет поглощать жизненные силы Фатимы. Следовательно, в третьем сезоне она умрет. Некоторые даже думают, что Элджин и есть тот самый еще не рожденный сын Фатимы. Третье, голос, который отвечает Джиму. Так вот, пока что все думают, что это Кристофер. Тот самый веселый человек, который начал видеть символ переплетения корней. И его изобразил сотни раз в своем дневнике. Он же на фотографии. Кристофер заключил сделку с демоном и остался жив. В одной из серий Виктор говорит, что он пропал перед тем, как все жители города умерли. Четвертое, когда Бойт применяет свет, зажженный факел, то попадает в аномалию. Свет первое, что попросила ведьма у демона, чтобы выбраться из подземелья. Поэтому эту идею используют в сериале. Причем не до конца понятно. Выграть нужно полностью или же, как все считают, есть некие уровни. Возможно, их семь, так как эта цифра часто используется на протяжении двух сезонов. Когда ведьма победит и все корни переплетутся, на восьмом дереве портал откроется в реальный мир. И все люди смогут выбраться. Я считаю, что это более или менее логичное завершение сериала. Но все может быть совсем по-другому. Создатели грамотно используют зрителя. Не дают ответы, заставляя тем самым ждать новые серии и новые сезоны. Но главное, не затянуть эту игру. И начинать раскапывать, давать ответы, а не дальше рыть яму незнания. От этого идея проекта Изне может наоборот, озлобить всех. Так уже было с сериалом Lost. Надеюсь, что третий сезон будет нести больше информации. А что вы думаете? Напишите в комментариях. Первое, это видео не является авторским, так как 70% информации я нашел в англоязычных форумах. Но если ты хочешь посмотреть детальный разбор на 35 минут, и он является полностью авторским, то он будет в ссылке в описании этого видеоролика. Второе, на этих форумах очень много информации. Я много пропустил. К примеру, все считают, что там есть в локации 78 человек, и они соответствуют игральным картам, которые были в 1506 году. То есть раньше были 78 карт в колоде. Поэтому я эту теорию пропустил, не смог посчитать, сколько там было людей. Поэтому не все вошло, что обсуждают люди. Но я был очень удивлен тому, что никто вообще в интернете не заметил того, что бутылку, которая уронила Таббита в маяке, это та же сама бутылка, которую Бойт снял с бутыльчатого дерева. Этого никто не заметил. Поэтому я доволен, что не все раскрыли мои теории. Третье, вы, наверное, заметили, что этот ролик без рекламы. Мы ищем рекламодателя, поэтому если наш канал вам интересен, то ждем ваших предложений. Ну а вообще с условиями всей этой монетизации, я был бы очень рад, если вы подключите спонсорство, либо донаты, так как канал нуждается в какой-то монетке. Чем будет больше монет, тем будет больше стремления делать видео чаще и более качественнее. Ну, надеюсь, вам этот видеоролик тоже понравился. А с вами был Евгений. Это канал Good Movies. До скорых встреч. Ах, да, не забывайте за наш телеграм-канал. Всем до скорых встреч.